У нас здесь очень трогательный момент. Малыш вылупляется, он уже по кругу пробил себе скорлупку, осталось только открыть крышечку. Влажность хорошая, температура хорошая, у него всё должно быстренько получиться. Яйца уже много вылупилось. Сегодня уже утро следующего дня. Я пришла, за ночь вылупилось только двое. Очень странно, ждали, наверное, опять меня. Немножко влажность упала, я думаю, из-за этого они и не могли выбраться. Может быть, не знаю, я увеличила сейчас влажность, долила водички, положила ещё салфеточку мокрую. И вот я смотрю, они быстренько-быстренько начали активизироваться и опять проклёвываться быстренько. И всё, крышечка открыта. Вот сейчас он уже будет выбираться на свет. Как это всегда волнительно. Вы не представляете. Всегда жду это с замиранием сердца. Если честно, уже хочется вылупить цыплят. Но куру так плохо несутся, что на инкубацию не могу от ликбарочек своих насобирать яйца. От простушек мне нет смысла пока, я не хочу простых курочек. А от ликбаров несутся плохо. Я уже говорила в своих видео, мне кажется, что они просто старенькие. Плюс ещё испытали стресс от переездов туда-сюда. Поэтому не знаю, если они не занесутся, я им сейчас дала время до мая. Я буду их убирать, и у меня останутся только молотки ликбарочки. Которые тоже, кстати, должны уже занестись молоточке. Ну, уже чуть-чуть осталось. Там один маленький тоже только вылупился ещё пока. Учится ходить и пищит. Как классно! Я надеюсь, всё будет хорошо видно. Потому что через дно инкубатора не могу открыть. Потому что влажность упадёт, и может всё испортиться. Поэтому снимаю через прозрачное дно. А вот в этот момент! Ура, малышик! Мы тебя все вместе поздравляем с тем, что ты справился и вылез. Тёмненький. Вы знаете, светлых получилось очень мало. Вот, 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 вот! Молодец! Бубсик маленький, молодец, старался, молодец! Мы тебя все так ждали. Мне так нравятся их лапки. Они такие пятнистенькие, все разноцветные. Ой, привет! Привет, малышонок! Привет! Хороший! Привет! Молодец! Справился! Маленькая бусинка. Ждём остальных. Яиц ещё достаточно много. Здесь больше 20 осталось ещё яиц. Точно не считала, но больше 20. Поэтому ждём ещё, ну, как минимум 10 штук. Как минимум. Пупсик. У цыплят также есть пуповина, которая идёт канатиком к желтку. И когда вот, естественно, цыпёночек, перепелёночек, неважно, утёночек, да, уже весь этот желточек съел, остаётся, получается, на пупке вот такая вот, как плёночка, да, такой мешочек, ну, который потом отваливается. Иногда они уже вылазят, да, и эта плёнка остаётся прямо в скорлупе, а иногда ещё за ними тянется. Оно тоже потом очень быстро отваливается. Но, в общем, да, у цыплят также есть пупук. Такой пока неуклюженький, но ничего. Он очень быстро сейчас научится и бегать, и кушать, и водичку найдёт. В инкубаторе я оставляю примерно на час. Вчера даже, когда было такое массовое вылупление, он, кстати, ещё клювик, видите, вот, я вообще не трогала, они у меня сидели, наверное, часа три, и пока вот не стало немножечко, смотрю, уже никто не вылупляется, только на клёвы. И я решила их пересадить. А так они вот у меня сидят, теперь будут в инкубаторе, пока они вылупятся ещё. Вон, видите, просто активный клювик. Значит, я не буду открывать инкубатор. Вот ещё два яичка с наклёвами. Тут тоже он прям активно проклёвывался, поэтому сейчас открывать не буду, буду ждать ещё, ну, как минимум троих. Вот, а потом перенесу их в инкубатор. Как классно!